Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Анатолий и вместе с вами сегодня я хотел бы коснуться очень важной, но трудной темы, которая называется «Раскол церкви». И в христианстве, как мы все знаем, есть три основных направления. И это католицизм, православие и протестантизм. И естественно, мы сегодня прежде всего по заповеди Божьей не должны никого судить. Это первое. Второе, на чем мы будем опираться, это то, что раскол и разделение – это плохое действие, негативное. Ибо Сам Господь, Он сказал нам о том, что не устоит то царство, которое разделится само в себе, и не устоит тот дом, который разделится сам в себе. Это Евангелие от Марка, 12 глава, 25 стихом. И третье, на чем мы должны опираться в этих рассуждениях о расколе христианской церкви – это серебрелюбие или стремление к наживе, к благам. И корень всех зол, это говорит апостол Павел в Первом Послании к Тимофею, в 6 главе, 11 стихом, корень всех зол – это и есть серебрелюбие. И когда произошел раскол церкви, это был 1054 год, и римская католическая церковь, она отошла от православной, или скажем так, Константинопольской церкви. И в этом расколе большая доля – это было не обрядное разногласие, нет, а это были деньги, и это была власть. И когда вера превращается в религию, то там появляются определенные трения, разногласия, разновнения, раскол, что приводит потом в большие пагубы и заблуждения. И достаточно почитать, это очень интересно тоже, какие требования по расколу выдвигала католическая церковь к православной, и наоборот, что православная церковь провозглашала в протесте против католицизма. Это очень интересно, но сейчас вопрос не в этом. Увозгла и третье направление в христианстве – это реформаторская церковь, протестантская церковь, она ввозгла только в 16 веке в Европе. И Мартин Лютер – это был тем человеком, который не просто перевел Библию на множество языков, нет, он сказал, что Библия – это единственное слово Господа. И второе, он сказал, что прощение мы получаем только через веру в Иисуса Христа. И третье – это спасение тоже приходит только через Божью благодать. Не по делам, не по заслугам человека, это только от Бога, от Его благодати. И он также говорил о том, что Христос является единственным последником между Богом Отцом и людьми. И это тоже на основании Библии. И в любом случае сегодня многие христиане, которые уверовали в Иисуса Христа как единственного своего Спасителя, они находятся в определенных стесненных обстоятельствах. Ибо даже Рождество празднуется не всеми христианами в один и тот же день. И этот раскол, он не ведет к добру, естественно, ни к духовному, ни к физическому. В Ирландии, напомню только, что протестанты и католики вот уже много столетий воюют между собой. И это Богу неугодные действия. И вражда, она приходит через духов противления, через духов заблуждения и духов раскола. И все эти духи, это суть генералы в сатаны. И они приходят в христианские дома, церкви, и они обольщают и совращают людей. И поэтому нам, всем христианам, необходимо не выдвигать против друг друга каких-либо обвинений, ибо Бог судит только Сам. И Он будет судить с пристрастием всех тех, кто судит других, обвиняет их, или еще больше всего, в большем таком степени, приводит людей в заблуждение. Не дай нам Бог этого. Мы должны жить и питаться Словом Божьим, и мы должны общаться через Духа Святого с Иисусом Христом, и знать Его волю в нашей жизни. И это самое главное. Самое главное не притыкаться, не рассуждать много, не мудрствовать глубоко, а быть, как дети, простыми и наивными. И этого хотел и хочет от нас Иисус Христос. Подсуждайте на тему раскол в христианстве, а я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok